всем привет сами дмитрий урсул сегодняшний видео хотел бы рассказать про такую неочевидную и не всем известную функцию flex speech точнее функцию а вариант взаимодействия с flex ну не только пич вообще flex time в лоджик про потому что возник недавно вопрос у нас в чате telegram чате если вдруг вы не там лучше про help ищите подключайтесь ссылка также в описании под роликом задавать свои вопросы просто исходя из них я записываю собственные вот эти видео так вот касаемо flex flex а вообще был вопрос что меняется ну то есть включен flex на всех дорожках и в меняешь какой-то момент темп и вдруг все меняется все растягивается там сжимается в зависимости от смены темпа а какой-то конкретный регион почему-то остался ну не задействованы то есть ну какой был такой остался то есть не сжался не ускорился соответственно поплыл по скорости относительно всего остального это зачастую как правило бывает с несколькими дублями то есть вы писали на эту дорожку много разных дублей кусходит кусочков потом из дублей папки собирали все это уже такой финальный флэт вариант вашего и сборки вокала убывает такой что там включаете flex меняйте перед темп ускоряете что ты и что-то из этой сборки вдруг какой-то почему-то не ну не подверглась обработки flex хотя если включить ображение flex это там допустим на все дорожка включена такое бывает потому что у нас во-первых flex включается на дорожках выбирается алгоритм для конкретной дорожки но у нас регионы как вы помните в лоджике это немножко самодостаточная такая субстанция скажем так или элемент который в принципе может подвергаться и своим каким-то ну законам скажем так то есть например я могу включить вот здесь flex меня как видите автоматически проанализировался аудио прод выбрал зачем-то полифонический вариант хотя это барабаны поможет переключить сюда на ритмик его допустим есть вокал то есть я тоже самое делаю включаю у меня как по умолчанию тоже ну давайте здесь оставим может кстати на монофоне переключиться вот он сделал реанализ вот у меня все регионы автоматически включились во flex если я буду менять темпу они мне естественно будут за ним следовать но если вдруг случилось так что у вас что-то пошло не по плану и что тут сбилась все очень просто у нас закладки region у регионов есть своя настройка flex and follow то есть это именно на уровне региона то есть не на уровне трека у нас на уровне трека есть тоже закладка flex mode и здесь мы можем выбирать собственно режим и также как и вот здесь в этом списке и просто выключать отсюда же flex то есть ну по сути это меню абсолютно дублирующие друг друга и кнопка вот это вот она и здесь то есть вдруг вы не хотите менять вид на flex вы можете через вот эту закладку трек видоизменять алгоритм flex и например доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic pro и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу boost и и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене так вот несмотря на то что мы у нас есть возможность включать выключать на треке глобально flex и алгоритм flex менять на регионах самих мы можем его локально отключать когда это будет полезно вот например я здесь переключусь в режим flex pitch то есть в редактирование пича такое бывает что у вас уже в дорожка возможно уже от печена может быть в мелодайне еще где-то и в какой-то последний момент вы понимаете что блин с одной ноты вы как-то напортачили не так и оттюнили или вокалист услышал бывает кстати спорные моменты то есть бывает что можно мелодию там спеть там тарара можно там тарара ну то есть ну я плохо напел но в общем имеется ввиду что можно и так и так и в какой-то момент вокалист пишет слушай давай лучше оставим эту ноту ниже там какую-то из них там на один тон можешь опустить пожалуйста потому что мне там сейчас я послушал не нравится и чтобы не подвергать полностью уже обработанный трек флексом собственно flex pitch даже если вам не нужно нет алгоритм очень легко сделать так что вы просто выделяете все регионы например и то есть реку вас продолжает работать в режиме flex pitch то есть все регионы которые здесь присутствуют они так или иначе проанализированы flex пичем но вы просто их все выключаете вот здесь закладки flex and follow нажимаете of видите они у нас отключились от flex а и соответственно я могу какой-то один взять конкретный и на нем обратно включить flex то есть какой-то в либо регион либо обрезать какое-то слово конкретное то есть два раза вот его сейчас открою и могу только это слово подправить то есть его отредактировать во flex pitch и при этом вся остальная дорожка у меня будет не затрагиваться алгоритму flex pitch ну потому что это уже мем своего рода что flex pitch немножечко коверкает звук аудио но это правда не относится к тому аудио который не подвергался какой-либо корректировке там конечно никакого искажения нет но если вдруг вы параноите на этот счет иногда такое бывает то лучше обезопаситься и просто отключить на тех регионах где он точно режим flex а вот особенно касается flex pitch вам не нужен и оставить только на том регионе на котором вам flex pitch нужен то есть на нем просто подредактировать ноту и она будет именно в этом месте скажем так звучать отредактированные во всех остальных у вас будет исходный вариант звучать в общем вот таким вариантом можно пользоваться то есть не забывайте про это то что у нас у регионов есть своя настройка flex pitch ну у apple loops это фоллоу темпа у обычного аудио это собственно flex and follow то есть так они называются здесь можно включать можно эту настройку кстати сделать чтобы у вас автоматически был включен у меня по умолчанию стоит of то есть если меня какой-то закидываю аудиоматериал или записываю у меня logic не анализирует на предмет потом изменения по flex ну потому что во первых это занимает некое некие производительные мощности они конечно не такие большие по современным меркам производительности компьютеров но если вам вдруг не нужен flex то есть вы знаете что у вас темп четкий вы его менять не собираетесь то вам не нужен поэтому по умолчанию меня всегда стоит of но тут тоже был такой вопрос что делать если я хочу чтобы все что я закидываю какие-то лупы сэмплы и потом вдруг вот в какой-то момент уже меня аранжировка строится думаю а так я ускорю на там два пункта и я ускоряю и мне нужно опять вручную на каждой дорожке включать flex проверяет что у меня ничего нигде не выключено что у меня ничего не разъедется ну у некоторых просто такой стиль работы вот для них есть специальная настройка эта настройка не глобальная эта настройка конкретно в проекте это у нас project settings и здесь есть smart темпа и вот эти два пункта который нас отвечает что делать с новым материалом то есть у нас во первых есть новые записи то что мы записываем непосредственно через ложек на аудиодорожке и то что мы импортируем то есть то что мы закидываем лупы какие-то или может другие записи с других проектов так вот что делать с ними и здесь можно по умолчанию выбрать те же самые пункты что у нас здесь ну например чтобы был всегда он у меня of выглядит выбран чтобы не flex вообще никак не анализировал при импорте и при записи а можно выбрать он и тогда все что вы записываете все что вы импортируете под капотом лоджиком уже анализируется на предмет темпа и так далее бывают нюансы потому что как я уже записывал на этом youtube канале видео что у нас иногда бывает что в тегах аудиофайлов прописан или вшит неправильный темп и лоджик про анализируя новый файл он видит если тег есть он доверяет этому тегу и сразу его как бы привязывает условно ваш файл там 112 допустим bpm если он прописан этот тег а файл на самом деле мог быть записан в 120 и просто какая-то где-то ошибка как у кого-то другого звуку режиссера или ком на другом лоджике произошла и у вас тоже сможете за этого разъехаться поэтому я предпочитаю все таки автоматически некий момент вот эти не использовать и вот уже когда я прям принимаю глобальное решение что я хочу менять темпы я смотрю какие мне аудиофайлы в проекте есть на них вручную включая flex мониторит что мне ничего нигде не изменилось не поехала что темпа все вшиты правильно как лечить вот эту проблему когда у вас как-то неправильно работает flex собственно есть видео на канале так называется ошибка работы flex можете посмотреть в общем вот такие варианты есть но опять же если вам так удобнее что у вас всегда было включен скажем так году на готове всегда был заряжен flex то вот вы можете эти настройки включить что ж надеюсь это видео было полезным пишите вопросы если еще остались также пишите комментарии знали ли вы про вот такие моменты что можно отдельные регионы выключать от flex отдельные включать на дорожке скажем так единство что нельзя менять алгоритмы то есть алгоритм у нас работает на глобальном уровне это я ну просто хочу еще раз уточнить что ж с вами был дмитрий урсул обязательно пишите свои вопросы в telegram чате либо мне в личку я везде на связи всегда рад вам помочь но она самые интересные вопросы я буду отвечать вот такими видео ответами увидимся с вами следующих видео всем пока